Друзья, возле меня сейчас находится CEO компании NAYUKRAINE, Виталий Бойко. Виталий Бойко был непосредственным участником переговорного процесса по выходу H&M в Украину, в лавину МОЛ. Скажите, Виталий, как вы считаете, что означает выход H&M на украинский рынок, что означает это для лавины МОЛ? Выход H&M на украинский рынок, это, конечно же, большой плюс к инвестиционной привлекательности, потому что, в первую очередь, это выход непосредственно самой компании H&M. То есть это не франчайзинговый проект, это инвестиции шведской компании. Все в мире знают, насколько шведы чувствительны к коррупционным процессам, к, скажем, темным черным экономикам в странах. И их восприятие Украины сегодня как тот рынок, на котором они уже могут работать, это большой плюс позитивному имиджу Украины, чего очень мало. Второе по значению, конечно же, это для украинских потребителей. Я бы назвал открытие H&M в Киеве, это такой еще маленький безвиз для украинских шопперов, для шопоголиков, потому что большинство из них, я уверен, из заграничных поездок привозило именно этот бренд. Третье значение, это, конечно же, для розницы, и оно будет иметь как позитивный эффект, потому что H&M уже принес много косвенных выгод розничному рынку страны с точки зрения выхода новых операторов. Узнав, скажем так, договор был подписан больше года назад, да, то есть информация о том, что H&M уже выходит на украинский рынок, она уже курсирует в средствах массовой информации больше года. Узнав об этом, позитивное решение, положительное решение о выходе на украинский рынок приняли крупные компании из других стран, такие, как, допустим, HOTON, DEFACTO. Уверен, что какой-то кирпичик в фундамент позитивного решения, твердого решения о выходе на украинский рынок к шведской компании IKEA, а также принесла шведская компания H&M.